Приветствую вас, мои уважаемые друзья! Счастлив вас снова видеть! Меня часто спрашивают, что делать, если окажешься без всяких снастей у реки полной рыбы? А вот на этот случай у нас с вами есть такая потрясающая штука, как ум. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом, особенно если этот человек запасливый. Например, у меня с собой всегда есть катушка капроновых ниток. Вещь незаменимая. Можно дырку заштопать, а можно оторвать нитку, и получится леска. Крючок делаем из подручных средств. Вот. У меня с собой всегда для этого есть английская булавка. Вот она. Теперь соединяем нашу леску с нашим крючком. Вот, пожалуйста. Готово. А наживку найдем на месте какого-нибудь жучка-червячка. Но что делать, если нет червячка? Опять не проблема. У бывалого путешественника всегда имеется плитка шоколада. Вот. Ну, шоколад нам пока не нужен. Нам нужна фольга. Теперь, чтобы сделать блесну, нам нужно взять сучок, крепко-накрепко привязать его к нашей леске, а затем обмотать фольгой, придавая ему форму маленькой рыбке. Сейчас посмотрим, как у нас это получится. Рыбка может быть разной, может быть большой, может быть маленькой или очень маленькой. У нас получилась вот такая. Ну, чем не блесна? Запомните, друзья мои, любую проблему можно решить. На любой вопрос найти ответ. Поэтому во всех жизненных ситуациях не теряйте хорошего настроения. Берите пример с меня. Профессор иноземцев находится в чудесном расположении духа и, как всегда, готов ответить на ваши вопросы. Начнем с письма Светы Каймановой из города Вятские поляны. Света пишет. Этим летом мы были на море. Меня удивило, что вода в нем зеленого цвета. А во всех книжках пишут, что моря синие. Скажите, какого же цвета они бывают на самом деле? Дорогая Светлана, бывают синие моря, зеленые, серые и даже красные. Отчего же зависит цвет морской воды? Например, от содержания в воде частиц разнообразных минералов или микроорганизмов. Смотрите. Например, мы размешаем в воде. Частичку глины. Вот таким образом. Смотрите. Размешиваем. И вода буквально на наших глазах приобретает желтый цвет. То же самое происходит с одним морем, расположенным в Азии. Реки, втекающие в него, несут с собой частички глины. Они-то и окрашивают морскую воду в желтый цвет. Кстати, это море так и называется – желтое. Вообще, имена водоемам даются неспроста. Красное море назвали красным из-за микроскопических водорослей, содержащихся в воде. Эти водоросли в определенный период жизни принимают бурую окраску, а вместе с ними багровеет и само море. Микроскопические зеленые водоросли придают морской воде зеленый оттенок. Чем больше водорослей, тем глубже тон. Например, вода Каспийского моря цветом напоминает изумруд. В глубинах Черного моря содержится сероводород. Он не окрашивает воду в темный цвет, зато от него чернеют якоря кораблей. А еще цвет морской воды зависит от погоды. Ведь что такое море? Это большое зеркало из воды. Что-то вроде этого зеркальца. Каждое зеркало отражает то, что находится против него. А что расположено напротив моря? Правильно, небо. В ясную погоду голубое небо отражается в глади моря. И само море кажется нам приветливым и голубым. А во время бури отражаются серые облака. И море предстает перед нами свинцовым и суровым. От одного только вида бросает в дрожь. С раскраской морей мы разобрались. И с чистой совестью переходим к следующему письму. Петя Алёхин из Краснодарского края пишет. На каникулах мы с мамой побывали у ее подруги в Америке. Когда мы летели над Тихим океаном, я удивился его величине. И подумал, наверное, был человек, который первым путешествовал в этих водах. Вы не знаете, кто он. Справедливо подмечено, Петр, был такой человек. Нам он известен под испанским именем Фернан Магеллан. Но так как он был по рождению португальцем, хотя и служил испанской короне, истинное его имя – Фернео де Магальяш. Друзья, приветствую вас на мысу 11 тысяч дев. Так назвал его Магеллан. А вот почему? Ну, кто ж его знает? Отсюда мы будем наблюдать за историческим событием – открытием нового пролива. Мимо нас величаво проплывают четыре корабля – Тринидад, Концепсион, Виктория и Сан-Антонио. А вот и сам Магеллан. Видите, человека с подзорной трубой. Больше года корабли будут находиться в пути. Сколько штормов выдержат эти корабли, сколько лишений претерпят их моряки. Но Магеллан не сворачивал с курса. Вперед! На поиски западного пути в Индию. Смотрите, рядом с мысом открылся какой-то проход. Что это? Неужели река? За борт полетело ветро, моряки набрали воды и втянули его обратно. Магеллан попробовал воду на вкус. Уф, соленая! Значит, перед нами не река, а неизвестный пролив. Позднее его назовут в честь первооткрывателя – Магелланов пролив. Путь по проливу окажется чрезвычайно тяжелым. Встречные ветры будут мешать кораблям. По ночам станут налетать штормы, приносящие леденящий холод с прибрежных гор. По ночам среди пустынных скал тут и там будут виднеться костры туземцев. Магеллан назовет это место Тьера-дель-Фуэго – огненная земля. В самом конце пролива один из кораблей Сан-Антонио возьмет курс на Испанию. А вот Тринидад, Консепсьон и Виктория останутся верны своему командиру и продолжат путь по водам Южного моря, открытого конкистадором Васко-Нунесом де Бальбоа. Магеллан обнаружит, что на самом деле Южное море – не море, а океан. Он назовет его Тихим. За три месяца плавания не было ни одной бури. Но все равно путь по Тихому океану окажется мучительным, потому что закончатся припасы. Морякам придется сдирать с мачт кожаную обивку, вымачивать ее в море, а затем жарить и есть. Только в марте раздастся долгожданный крик «Земля!» и спасение предстанет в виде одного из Марианских островов. Вот таким, Петр, было первое путешествие по Тихому океану. Не правда ли? Лучше в 21 веке пролетать над Тихим океаном, чем плавать по нему в самом начале 16 века. А нас уже заждалось письмо от Лизы Курочкиной из Чердене. Лиза спрашивает, А что такое супервулкан и где он находится? Супервулкан, Лизавета, это вулкан, который извергает огромное количество лавы. Одно такое извержение может иметь самые губительные последствия для климата всей Земли. Где он находится? Вот в этом месте. 44 градуса 40 минут северной широты и 110 градусов 28 минут западной долготы. Мы с вами здесь уже бывали. В одной из передач мы любовались гейзерами национального парка Йеллоустоун. А сейчас отправляемся туда, чтобы посмотреть на самый настоящий супервулкан. Мы с вами на берегу озера Йеллоустоун. Самого большого горного озера в Северной Америке. Длина его ни много ни мало 32 километра. Пейзажи здесь, как вы сами видите, просто дивной красоты. Но в эту часть парка туристов ликут не прелести флоры. Главный местный аттракцион Весттамб. В Весттамбе расположен подземный супервулкан Йеллоустоун. О его деятельности говорят вот эти пузыри на поверхности воды. Ученые рассчитали, что супервулкан находится на глубине 8 километров. Он представляет собой огромную пещеру с магмой. Из-за того, что пещера продолжает наполняться магмой, поверхность над вулканом ежегодно поднимается на 2,5 сантиметра. Дымящаяся земля по берегам озера заставляет поверить в эту теорию. А между тем, если Йеллоустоун все-таки извергнется, то это навсегда изменит жизнь на Земле. Но довольна сна супервулканов и мыслей о грядущих катастрофах. Предлагаю от стихии огненной перейти к стихии водной. Вот полюбуйтесь, мамонтовые горячие источники. В этой теплой воде огромное количество извести. Именно известь образовала эти удивительные белые террасы. Индейцы знали о существовании мамонтовых источников, но не стремились селиться рядом с ними. Вероятно, они опасались загадочных террас. Что ж, их можно понять. И в наши дни невидимые геологические процессы национального парка Йеллоустоун создают атмосферу загадочности и вызывают невольный трепет перед силами природы. Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Мы узнали, например, почему морская вода бывает разного цвета. Потом вместе с Магелланом совершили плавание по Тихому океану и посетили супервулкан Йеллоустоун. Но сколько всего нас ждет впереди? Если вы хотите задать свои вопросы, присылайте их по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву или на сайте телеканала www.radostemoya.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи! И помните о том, как удивителен и прекрасен Божий мир вокруг нас. «Радость моя» «Радость моя»